Микс Ньюс. Министр экономики Раев Немира у нас в студии. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефон на прямого эфира. И в WhatsApp можете нам писать 2-3-0-6-1-9-1, телефон нашего WhatsApp. Начнем мы, наверное, с компонента обязательной закупки, того самого, который тянется-тянется, никак не дотянется. Какое-то время назад, когда вы только в должность вступили, в этой студии мы с вами тоже разговаривали. Что на сегодняшний день вы можете сказать? Ну, значит, доброе утро, во-первых. Во-вторых, мы, то есть, вот эти изменения в законе уже, ну, как бы, приготовили и подали в Сейм. Также мы будем и подавать свое видение на будущее. В 16 июля, то есть, мы будем идти в Кабинет Министров и тогда уже решать, как этот вопрос дальше продвигать, поскольку мы должны получить поддержку всего Кабинета. У вас есть конкретный план с какими-то пунктами, что надо сделать для того, чтобы в течение какого-то времени и какого времени... Да, ну, во-первых, мы думаем, то есть, сделать эти изменения, и чтобы они вступали в силу сразу. То, что мы хотим, мы хотим ужесточить, значит, и контроль, и сами критерии получения, потому что на такой момент, когда мы видим, что даже станции работают с, ну, долгами по налогам и потом получают еще, как бы, ОИК, ну, это вообще ненормально. Значит, этот вопрос обязательно будет решен. Надо понимать саму глобальную ситуацию. То есть, зеленая энергия, она должна быть только возрастать. Ну, с другой стороны, конечно, мы видим, что зеленая энергия становится дешевле, и если мы смотрим на большие ветровые парки, они даже могут работать без ОИК, то есть, без поддержки государства. Значит, в дальнейшем, если мы смотрим на нынешний период, например, 5-10 лет вперед, тогда я думаю, что мы сможем выполнить эти критерии, которые нам Европейский Союз уставляет. Но это будет уже без поддержки. Так что нам сейчас самая большая проблема решить те сложности, которые уже были сделаны в предыдущих периодах, и думать о дальнейшем. Потому что если мы смотрим еще сейчас на станции, они работают, вот, например, с 90-х годов, 2000-х, когда технологии были очень, ну, так себе, если высказаться, да, то есть сейчас эффект, конечно, возрос очень быстро, и я говорю, на какой-то момент нам надо понимать, что ОИ, это обязательная, облагатая сеперкумс, обязательная закупка, тогда это все хорошо, поскольку мы тогда идем на зеленую энергию, на сохранение нашей природы. Если мы смотрим ОИК, где компонент, тогда компонент может со временем и больше не существовать. То есть компонент – это поддержка именно этой зеленой энергии? Это именно поддержка, которую вы видите в своих счетах. – 16 июля вы сказали, что вы придете с каким-то предложением, и сразу должно быть что-то принято. Что изменится для потребителя с 16 июля? – С 16 июля вряд ли что-то сразу изменится, потому что это будет видение, как мы будем составлять потом уже нормативные акты, если мы получим поддержку Кабинета министров. – Аж когда изменится для потребителя, и что? – Значит, над чем мы работаем? Во-первых, мы работаем сейчас с Латвой Энерго по снижению тарифов на распределение электричества и ОИК, то есть система. То есть там есть два варианта. Или когда мы эти нормативные акты упорядочим, они будут, ОИК компонент будет намного ниже. Или мы тогда ее выбираем вообще из счетов, но она должна как-то существовать в этом обязательном закупке. Тогда это надо будет выполнять из бюджета государства. – Но вот для обычного потребителя… – Ну, обычный потребитель. – Вот я обычный потребитель. Насколько у меня меньше процентов хотя бы станет? – Если вариант А, тогда у вас станет дешевле тарифов распределения, это будет на проценты примерно 10, и может быть больше. Мы сейчас работаем с Adela Stakel и Augsburg. Это две компании. Одна под Министерством экономики, другая не под Министерством экономики. Поэтому есть там еще разговоры впереди. А если ОИК, тогда, конечно, мы видим, что многие станции могут быть и не выдержат уже дальнейшие. И поэтому они и довольно громко кричат. Но, с другой стороны, это все нормально, поскольку перекомпенсация была очень-очень большая. – Вот со вторым вариантом у меня на сколько процентов меньше ставишь? – Со второго варианта ОИК вообще будет выбран из вашего счета. Но тогда сколько он сейчас есть? Там 15 процентов примерно. Тогда он вообще не будет существовать. – Ну, ваш прогноз, какой из вариантов поддержит правительство? – Видите, этот вопрос очень важен в связи с Министерством финансов, потому что этот вопрос связан с госбюджетом. – Это этот год или следующий год? – 1 января. – То есть с 1 января. Но это не будет как с 31 марта, когда уже нам было там сказано, что все, выбираем. – Смотрите, 31 марта – это было такое, ну, голосование Сейма. В тот момент не было ни позиции, ни оппозиции. Просто вот 31 марта – все равно, что произойдет. Конечно, мы понимаем, когда мы идем через все обстоятельства, которые могут быть связаны с последствиями, тогда такое не можно принять. Но вот сейчас этот момент мы все равно не забыли, мы понимаем, что надо снимать ОИК, решать. Министерство экономики тоже не состоит только из ОИК, как Министерство ОИК, да? У нас там очень много всяких вопросов, которые связаны с бизнесом и так далее. Но если мы смотрим только на эту систему ОИК, тогда мы ее можем упорядочить, и там снижение будет очень большое. С 1 января. И вот ради этого нужно было увольнять весь Совет Латвенерго. Совет Латвенерго, я вам объясню, там 4 позиции. Первая позиция, что в 2018 году акционер, то есть Министерство экономики, дало задание снизить тариф на распределение. Эта работа была дана Совету. Совет потом должен был уже передать информацию, то есть, ну, балды. Правда. Правда, правление. Правда, правление. И тогда это все должно идти вперед. Вперед это должно идти быстро, поскольку тариф распределения, если мы смотрим в счет тогда, то это примерно 40%, 35%. То есть, одна из самых больших позиций. Для бизнеса это очень важно, для людей, граждан тоже очень важно. Ничего так быстро не происходило. Когда мы с министром финансов, министром экономики, министром финансов и члены правления из каждой компании, Латвенерго, Садвелс, Тейкл, Аукс, Прейгум, Тейкл, когда мы начали встречаться вместе, процесс пошел очень быстро. Так что, если все партии перед выборами говорили о том, что надо снижать счет за электричество, тогда это очень важно нашим гражданам. Мы ведь потому и здесь находимся. И потому, я говорю еще раз, в 2008 году, в 2018 году было задание, после этого задания очень как-то медленно это шло. Второй момент. Латвенерго состоит из четырех членов правления. Из пяти. То есть, конкурс не может завершить уже год. В-третьих... Скажите, какой конкурс? На члены правления Латвенерго. Сейчас из пяти четыре. Да, это именно правление. Правление. Если, например, кто-то уходит в отпуск, кто-то заболел, все, такой весь концерн, он не действует. Три человека, если остается, это мало для того, чтобы... Кворум, да, кворум. Три человека, вот, например, я сейчас говорю, есть четыре, один уходит в отпуск, очень нормально, каждый уходит в отпуск один раз в год, и кто-то, например, заполел. Ну, ситуация нехорошая. И два, в принципе, там вопроса были связаны с инвестиционными проектами, но это уже я здесь не могу говорить, это не то, что мы что-то скрываем от наших граждан. Мы информацию не хотим делиться с конкурентами Латвенерго, потому что Латвенерго работает в балтийском рынке, да, то есть там и эстонские компании здесь, и Латвенерго работает и в Литве, и в Эстонии, то есть такие там сенситивные данные. Вопрос по поводу открытия, ну, вот этих тарифов, и специалисты в том числе говорят о том, что если бы люди активнее, активнее знали свои возможности, когда открылся рынок электроэнергии, что у них есть возможность покупать электричество не только у Латвенерго, но и у других игроков рынка, тогда для них, ну, они бы экономили тоже там до 20-30%. Как вы думаете, не стоит ли об этом тоже активнее говорить, и тогда Латвенерго, чувствуя, что у них есть конкуренция, тоже бы как-то активнее, наверное, работали над этим? Да, я объясню тогда, может быть, здесь есть две возможности. Здесь есть возможность снижать счета, ну, гражданам, но, с другой стороны, Латвенерго должен по возможности больше получать прибыль. Как это совместить? То есть, совместить, вы правильно совершенно говорите, поскольку есть возможность покупать электроэнергию от разных игроков в рынке. Один предлагает больше, другой предлагает нечто, там даже и тарифы разные, тарифовые планы, извините, то есть, можно выбрать, вот, пожалуйста, есть возможность. Вторая часть, как получить больше прибыль, но не от граждан Латвии. Очень просто. Надо агрессивно идти вперед в разные другие рынки, и там играть, предлагать. Латвенерго – очень большой концерн, у него есть совершенно все возможности. Но в этом случае, я думаю, что не было настолько жесткого, как бы, ну, решения, давайте играть больше в Литве, в Эстонии, может быть, даже в Польше. То есть, и там собирать по возможности больше прибыль, приносить в Латвенерго, Латвенерго приносит в госбюджет. Вот это, я считаю, правильный, правильный, как бы, ну, момент, как возвысить прибыль. Не на своих гражданах, но играя в других рынках. На чужих гражданах. Ну, каждому свои граждане. Каждому свои граждане. А когда, может быть, конкурс объявлен на новый совет? Значит, совет был отпущен, то есть, в третьем, в среду. И конкурс был, я дал решение, что надо сразу делать конкурс в пятницу. То есть, уже сегодня все желающие... Нет, сейчас еще желающие, к сожалению, не могут, потому что процесс конкурса, он все-таки немножко не так простый. Там надо сделать документы насчет конкурса. Потом комиссию созвать, потому что там тоже есть момент в комиссии, что эти все люди, которые работают в комиссии, они не получают, как бы, зарплату. Но это факультативный момент, да. И потом мы будем объявлять конкурс. После конкурса, пожалуйста, все, кто хотят. И соответствовать критериям. Потому что в прошлый раз подачи было намного больше, чем возможности претендовать. То есть, ну, даже люди, посылая CV, не посмотрели, ну, куда, то есть, да, и что там надо. Но вы говорите о том, что сейчас совет от Энерго состоял из четырех человек вместо пяти, потому что не могли найти вот этого одного еще участника. И тут вы распускаете совет, и теперь вам нужно найти опять пять человек? Нет, 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 я объяснял, то есть, члены правления и члены совета. Члены правления были и есть четыре из пяти. А сейчас будет легче найти? Не, ну, сейчас каждый претендует. Мы хотим сейчас абсолютно другой конкурс. Мы хотим разных специалистов по области финансов, маркетинга, обязательно, конечно, юридические знания. То есть, распределить качество людей, чтобы они собрались в одну команду, и они были, ну, как такая разная команда, которая, ну, все работают по своей специальности. А дедлайн какой-то есть? То есть, вам нужно найти там в течение месяца или в течение двух недель? Дедлайн, в принципе, следующий. Там, поскольку там все идет поэтапно, да, то есть, сделать те, созвать, там, утвердить. Ну, это можно на год растянуть при желании. Ни в коем случае. Это нам надо делать в течение трех месяцев. А вот пока нету... С сегодняшнего? С сегодняшнего? С этого периода? Нет, с периода... Момента объявления конкурса. Да. А как компания функционирует? Ну, сейчас, значит, все функции совета выполняет акционер. Ну, можно так и оставить, смотрите, какая экономия. Пять зарплат. Нет, это не так хорошо, поскольку, я объясню, это госсекретарь, который выполняет эти функции, один, единственное, да, то есть, концерн имеет оперативные действия, которые надо принимать быстро и понимать, как там, там есть много вопросов по сенсативной информации из самого Латвы Энерго, и там надо быть специалисту, которые это все могут быстро принять. Значит, госсекретарь имеет очень много других функций, которым надо и, то есть... Не успевает, в общем. Ну, это невозможно совместить на длительный период. А господин, вот, Каринч утверждает, что это было политическим решением. А я вам объясню, сейчас очень просто. Что снизить тариф на распределение, это совершенно против Латвы Энерго прибыли. Латва Энерго по возможности больше тариф, по возможности больше прибыль, по возможности больше дивидендов в госказну. Чтобы идти в другое направление, надо принять сугубо политическое решение. Это не в пользу концерна, это в пользу наших жителей и нашего бизнеса. Как красиво звучит. А зато благодаря конкурсу можно сделать так, чтобы пришли в советы, например. Люди выгодные вам. Может быть такое? Нет. Конкурс совершенно... Я еще раз говорю. Конкурс мы объявили сразу. Мы не собежались, например, там долго находиться. Вы объявили, а как он закончится, и как что будет происходить в Куларе? О которых мы уж точно никогда и не узнаем. Не, ну поймите правильно. Там есть совершенно точные критерии, которые надо выполнить. Но тем не менее прежний совет, временный совет был? Временный совет был, и из пяти соответствовали три. А два просто получали зарплату? Да никто еще никаких зарплат не получал. Во-первых, решений никаких не принимал. Потому что период слишком маленький. То есть не в том вопрос. Закон предусматривает. Если снимается предыдущий член Совета, надо сразу ставить новых. Я сразу говорил, что только что мы поставили членов нового Совета, мы сразу утвердили конкурс. Если закон предусматривает, что надо снимать и ставить, так что я их с улицы буду брать, каких-то людей? Конечно нет. Надо на тот момент кого-то поставить, который соответствует, хоть понимает Латвий Найрго. И потом, когда будет новый конкурс, и новый конкурс был сразу в пятницу, так это что? Это, конечно, на очень короткий период. То есть вот ваша новая позиция. Но вы знаете, Совет, что скоро вы уже тут не будете. Ну, вот такой процесс. 19 июня был распущен предыдущий Совет, постоянный. Тогда был назначен Временный Совет или на следующий день. Но конкурс вы объявили только после того, как Временный Совет ушел. Нет, нет, нет. Давайте. 19-го распущен. 19-го утвержден новый. Да. 21-го я подал задачу начать процесс. На конкурс. Конечно. Все, хорошо. С этим разобрались. Дальше по поводу ваших претензий и такой активной деятельности, которую, кстати, многие ставили в упрек, что вы так активно и с ЛИА, и с Латвэнерго, потому что надо как-то прикрыть процесс вот этого компонента обязательной закупки. Что с господином Андресом Мозулсом? Тоже там достаточно бурно развивались ваши отношения. Он говорил, что вы высказывали какие-то претензии, вы говорили, что вроде нет у вас никаких претензий, все мирно и полюбовно. Ну, во-первых, претензий мне к нему нету никаких. Во-первых. Если мы смотрим на ЛИА, тогда это структура. Я думаю, что и правильно. Если мы смотрим на многие государственные, например, большие фигуры, они имеют только два срока. Честно, ЛИА, например, такой не соответствует тоже. Но новый как бы специалист, он как бы, может быть, видел бы новое усмотрение, идти вперед, может быть, в другом направлении. Это ничего плохого. Господин Мозулс, он хороший специалист. Во-первых. Во-вторых, у него есть много качеств, которые могли бы быть использованы в дальнейшей его карьере. Может, мы его в Совете Латвуэнерго увидим. Ну, если он будет претендовать, добро пожаловать в конкурс, таким образом. И после того, как бы, ну, обязательно я с ним хочу встретиться, чтобы, может быть, обговорить дальнейшие шаги и так далее. И, может быть, он себя будет видеть где-то в каких-то своих интересующих. Но до этого вы встречались с ним? Вот так вот с глазу на глаз обсуждали? Высказывали свои... Мы с ним встречались много раз, глазу на глаз. Мы имели даже совместный, то есть, форум, где мы присутствовали вместе. То есть, ну, я не вижу никаких проблем с ним встречаться. Я никогда ни с кем таких не чувствовал, да. То есть, если надо, решать рабочие вопросы с любым человеком. Надевайте наушники, примем звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро. Не дождался наш слушатель. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Министр Аканойкер, Альф Немиров, у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Вот была передача про французскую электрокомпанию. Так, у нее задача стоит, как можно подешевле найти электроэнергию для французов. А почему у наших задача другая? Найти максимальную прибыль для себя. Ведь мы же беззащитны. Спасибо. Я думаю, что здесь был вопрос о обязательной закупке. И я совершенно согласен, что в предыдущие периоды, к сожалению, даже есть станции, которые 4,4 раза перекомпенсированы были. То есть получали компенсацию в 4 раза больше, чем… В 4,4 раза больше. Все, вообще сумасшедшая ситуация. В дальнейшем, как, конечно, решать этот вопрос, решать его через аукцион. Кто дешевле предлагает, тот и продает. Так что, и здесь есть даже возможность, как я говорил, в больших ветровых парках. Тут даже обязательная закупка есть, но нет обязательной закупки компонентов. Потому что они могут работать без поддержки государства. По поводу еще временного совета вопрос такой. То есть вы распускаете совет, который работает в предприятии, который, в общем-то, не является какой-то кризисной ситуацией. То есть оно работает и работает. И ставите, в принципе, людей из своего бюро и объявляете конкурс. Но мы все дружно понимаем, что конкурс может длиться 3 месяца, потом что-то не получилось. Он может длиться и полгода, и год. И в это время, скажем, представители вашего бюро занимают достаточно высокие должности. Просто не очень так получилось, как вы планировали. Ну, такой немножечко фейл вышел. Ну, то есть, в принципе, вы не рассчитывали на то, что вам придется его распускать, но как-то пришлось. Ну, давайте быть корректны все-таки, да? Еще раз. 19-го распустили. 19-го поставили как бы новых. 20-го конкурс. Конкурс, он должен быть произведен в течение 3 месяцев. То есть мы тут не собирались ничего не ждать. Не как бы тянуть, потому что процессы, они в законе и в нормативных актах довольно конкретно оговорены. Но если через 3 месяца вы не находите представителя, то есть не подходят CV, не подходят претенденты, вы продолжаете поиски. В любом случае этот дедлайн должен сместиться куда-то. Если есть объявлен конкурс, как это может быть такое? Вы думаете, что ни одного претендента не будет? Почему? Они могут просто не соответствовать каким-то критериям. Это же так обычно происходит. Нет, но критерии тоже в законе утверждены. Критерии, это не наши выдуманные критерии. Но критерии в законе, например... Выбирает вот какая-то комиссия. Комиссия. Комиссия из кого состоит? Что это за люди, которые будут выбирать? Люди очень разные из разных структур. Во-первых, но сейчас я еще не знаю. А политические? Политических фигур будет один человек, может быть, один из моего бюро, один. Но состоять будет из пяти или семи, или вот мы еще думаем девяти членов. Вот что это будут за люди? Совершенно разные. Кто их назначает? Ну, их назначает Министерство экономики. То есть вы? Нет, то есть госсекретарь. Ну, конечно, мы... Ну, назначает их один человек. То есть есть вероятность того, что это будут люди приближенные или разделяющие политические взгляды, которые будут принимать решение, кто будет в Совете. И они могут единолично принимать, единогласно принимать решение, что, ну, не подходят нам пока люди, давайте мы еще немножко потянем, а пока представители конкретно вашего бюро будут занимать временную должность еще чуть-чуть. Они пока не получили зарплату, а потом-то им придется платить. Пришлось бы, ну, просто немножко не вышло. Тут не о том вообще эти вот речи, эти зарплаты. Если мы смотрим на концерн, который, ту ответственность, которая есть на членов Совета, тогда раньше мы думали, что мы сможем присоединить международных экспертов. Международный эксперт говорит, то есть вы 15 тысяч там платите или сколько там? Там две или две с половиной. Спасибо, до свидания. То есть такие должности и такая сумма. А сколько зарплаты там? Две тысячи или две тысячи пятьсот. Да, но член Совета. Да, член Совета. Член Совета, но их пять. Ну, каждому, да. Да. Ну, еще бонусы всякие, наверное. Нет, бонусов никаких нет. У нас был звонок, вы нам перезвоните, мы обязательно примем ваш звонок. 672-12-93-9, 672-13-93. Вы ожидали, что вам придется распустить временность? То есть вы были готовы к тому, что его придется все-таки распустить? Или вы надеялись, что он поработает? Во-первых, то есть я получил информацию от госсекретаря о Совете. Прочитал, принял решение. За решение я отвечаю. Какую информацию вы получили? Я вам объяснял вот эти четыре критерия, которые были. Хорошо, вы получили, приняли решение. Принял решение, поставил, поскольку закон предусматривает Временный Совет. Сразу сделали конкурс и начинается, то есть вся эта процедура. Чтобы понять, конечно, министр экономики, то есть ответственный за эту сферу. И госсекретарь будет утверждать комиссию. В комиссии будет, я говорю, еще 5, 7 или 9 человек, но они все будут абсолютно с разных, например, пара с оркоординацией, с центром, который занимается определением. Но они все равно пройдут через ваше бюро. Нет, но они же совершенно, они, во-первых, под премьером. Другой, например, ну, Невалстойская организация. Нет, не государственная, но общественная. Да, общественная организация. Там, ну, поймите, там это коллегиальная будет комиссия, к которой я не имею ничего общего. Конечно, один человек с моего бюро должен быть, потому что там, опять же, я говорил о снижении тарифов, это абсолютно политический вопрос. Это не рационально с точки зрения концерна Латвей Энерго финансовых данных. То есть нужно будет все-таки давление какое-то оказывать? Конечно, потому что политические представления или политическое видение там должно быть представлено с одним человеком. Остальные все совершенно независимые и будут смотреть по тем критериям, которые установлены в нормативных актах. Надевайте наушники, примем звонок. Доброе утро. Доброе утро. Можно я подытожу и свой вопрос задам? Да, только коротко, пожалуйста. Коротко, вопрос будет звучать так. Вот вы все правильно объяснили, все очень доходчиво. Короткий вопрос. Объясните, как в этот раз у нас собираетесь обмануть? Все. Спасибо. Не верят вам люди, смотрите. Да, ну, к сожалению, эти процессы, они не так простые. То есть и снять, и поставить кого-нибудь, и снизить тарифы, или регулятор везде. То есть этот процесс, он, ну, нужно его пройти правильно. Если он не проходит правильно, мы можем получить потом из Европейской комиссии всякие... Нехорошие, да, документы. То есть, потому вот мы проходим всю процедуру. Я надеюсь, что люди понимают, что мы идем в то направление, чтобы, ну, сделать лучше, снизить тарифы и так далее. Как обмануть? Ну, у меня нету такой передзи, то есть опыта в государственных структурах. То есть, я думаю, что мы не идем в этот вообще путь. Господин Каренч был вами недоволен, высказывал это публично, и были даже разговоры, что, возможно, вам пришлось бы поплатиться должностью. Из-за этого решения Латвэнерго вы об этом думали, были готовы к тому, что вот это решение может повлечь за собой такие последствия. Вы лишитесь должности, и дальше, грубо говоря, некому будет бороться. За решение премьер-министра, ну, я не хочу их комментировать, поскольку он тоже принимает свои собственные решения. В этом случае, конечно, надо было этот вопрос решать с министра экономики решительно. Я принял такое решение, и за него я отвечаю, конечно. Отвечаю я ли должностью, или каким-то другим моментом. Это тоже вопрос о таком коллегиальности, поскольку мы можем встретиться, обговорить и так далее. Но каждый из политических фигур принимает свое собственное решение. Я принял такое, ну, премьер-министр тогда решал, как действовать. Вы встречались с главой СГД, не так давно у вас была встреча, и обсуждали вы тоже, как улучшить предпринимательскую среду, и комментировали в том числе вот эту инициативу СГД ездить и смотреть, что люди возят с собой, в том числе наличные деньги. И тогда вы сказали, что достаточно много средств на это понадобится. Как вы относитесь на сегодняшний день к этой идее, насколько она нужна, и надо ли ограничивать настолько людей в наличных деньгах, как это делает сейчас СГД? Да. Ну, я и в то время, и в это говорю, я не поддерживаю это. Я объясню, почему. О чем мы вообще говорим? Дни уплаты налогов в том случае, если происходит действие в теневой экономике. Тем больше мы будем иметь теневую экономику, тем больше, тем меньше мы будем платить своим пенсионерам, детям, больницам, полицейским, все остальные, которые получают деньги из госбюджета. Здесь надо смотреть не о последствиях, а смотреть изначально, где же эти деньги находятся в теневой экономике, почему они там находятся. Вот это, мне кажется, главный вопрос. Конечно, потому не ездить и забирать эти наличные деньги, но где они появляются? Они появляются, во-первых, в неуплате налогов от трудовых, то есть, когда получаете зарплату, то есть, кто-то получает часть зарплаты, а потом еще конверт. Это очень нехорошо, и это можно решать так же само, как и Литва, и Эстония, то есть, возвышать минимум, который не облагается налогами. Это тоже фискальный момент, но здесь, как сказать, надо смотреть немножко тоже вперед, лет 5-10. Те деньги, которые люди будут получать честно, и предприниматель не будет должен заплатить больше налогов, как в Эстонии или в Литве, эти денежки потом будут возвращаться опять же назад в экономику, и государство будет получать от ПВН и так далее. И от прибыли, например, предпринимателей, которые больше не будут скрывать свои доходы настолько много, как, может быть, это происходит сейчас. То есть, мы в Министерстве экономики видим много возможностей бороться с теневой экономикой, но не в репрессивной форме, а превентивной форме. Но вы же понимаете, что люди платят зарплаты в конвертах, все были бы рады получать белые зарплаты, иметь социальные гарантии и прочее, и не платят они не потому, что они жалеют пенсионерам или детским садам, а потому, что они понимают, что по-другому они могут потерять свой бизнес, он просто будет нерентабельный. Если они заплатят все налоги, которые вот сегодня, все вот как по книжке надо. Совершенно верно, и потому мы с точки зрения Министерства экономики видим, что нам самое главное, надо улучшать среду бизнеса здесь, в Латвии, и потому мы будем идти с такой инициативой, чтобы возвышать необлагаемый минимум. И чисто из-за того, что вот эти деньги, которые находятся в теневой экономике, они пойдут в бизнес. Нас в Министерстве экономики интересует бизнес. Но ведь надо, чтобы у всех были свои интересы, чтобы ваши интересы сошлись с интересами Министерства финансов, которые тоже принимают решения, с интересами СГД, которые тоже принимают решения, чтобы все вот эти вот интересы сошлись, и главное, чтобы интересы жителей и предпринимателей, и работников были учительными. Ну, да, да. Такая утопия сразу нарисовалась. Это, конечно, есть такой момент, где очень трудно все совместить, но, с другой стороны, конечно, Министерство финансов тоже хочет видеть и цифры, и все остальные аргументы. Но мы с ними, конечно, пойдем и будем разговаривать об этом, потому что мы тоже видим, что есть такой золотой путь посередине, где каждый будет... Ну, изначально кто-то немножко, может быть, будет терпеть, да, но в конце концов... Административный аппарат ихний тоже будет, ну, как бы, меньше, потому что так настолько много, не надо будет делать контролей. Так что нам просто надо говорить с Министерством финансов, Министерство финансов всегда готово с нами встречаться, эти вопросы обсуждать. Так что этот процесс, к сожалению, не происходит в один день, но по чуть-чуть вот мы идем в такой путь. Чековая лотерея, как к ней вы относитесь, как к инструменту борьбы с теневой экономикой? Ну, давайте посмотрим просто на результаты. То есть, оказывается, сколько там было? 30% чеков, которые... 20%. Или 20% чеков, которые никогда не были регистрированы. Вот я зарегистрировала чек, если не выиграю, все, вот разочаруюсь. И в правительстве, и в акциях, и все. Повлиять там как-нибудь. С этими чеками и процентами там была ситуация, что не так поняли информацию преподнесенную, и вот этот процент или там количество из 90 взяли 20 чеков, они были просто не прошли вот эту валидацию, были как-то неверно поданы. А я так понимаю, что только через месяц, а то и больше, будет проанализировано и понятно, сколько же там не платят налогов. Но насколько это нужный путь, и появятся ли от этого какие-то результаты, как вы думаете? Ну давайте поймем, зачем такая чековая лотерея вообще, да? То есть, во-первых, человек подает чек и имеет возможность выиграть. Это распрощение за то, что я рассказал, что вот такой-то предприниматель платит налоги. Ну давайте понимать, что каждый должен платить налоги. С другой стороны, конечно, какие налоги у нас, это уже другой вопрос, и мы должны... Самый главный вопрос. Да, конечно, и мы должны тот вопрос решать правительству. Но если мы говорим о неоплате налогов, и мы видим такую ситуацию, что все-таки есть чеки, которые не были регистрированы, и за это не были уплачены налоги, ничего, а человек-то обманут, он получил чек, думает, что все в порядке, идет регистрировать, а оказывается не в порядке, да? Ну, я думаю, что результат мы уже видим. Результат таков, что человек имеет возможность выиграть, и государство видит, кто не уплачивает налоги. Наша проблема, ну то есть не проблема, а задача идти в Министерство финансов, в кабинет и думать о лучших налоговых системах. Но правительство нам в этом случае, мы сейчас уже думаем о новой налоговой системе, которая будет лучше для наших жителей, но с 2021 года будут они вступать в силу, потому что мы должны обсудить с социальными партнерами, и со всеми остальными, поскольку менять налоги, менять налоги, менять налоги, это такая политика, я не думаю, что правильная, потому что не люди понимают, не бизнес понимают, и оказывается даже СГД не особо может это все там пройти. Они чувствуют себя обманутыми после предыдущей налоговой реформы, они видят, и насколько будут доверять следующей налоговой реформе, которая уже через два года. Я думаю, что самое главное объяснить, что же будет меняться. Если просто вступает в силу новая налоговая реформа, в конце концов, в которой там много людей, которые еще оказываются должны государству, это неправильно, если процесс происходит хорошо, и есть объяснение, что будет человек иметь реформы, которые, например, будут вступать, и экономика живая, как живой организм, все время происходит эволюция, что-то меняется, что-то происходит, надо реагировать на разные рыночные изменения, то есть налоговая система, это нормально, что ее надо менять. Насколько много раз, насколько быстро, ну, это другой вопрос. У нас две минуты остается, наденьте наушники, постараемся ответить на последний вопрос, очень-очень коротко попрошу задать его. Очень коротко будет сложно, смотрите, у нас что, человек уезжает сутки из Латвии, эти все люди могут на законном основании платить налоги здесь, а, например, не в Англии. Что вы для этого сделали, чтобы они платили налоги здесь, а не там? Спасибо. Очень коротко попрошу ответить. Да, ну, если мы смотрим на Англию, тогда что мы… Этот процесс намного комплексный, поскольку мы видим, что возрастает средняя заработная оплата, не очень быстро, как хотелось бы, но если 100 человек уезжает, ну, я не знаю, что ли 100 уезжает, но и, по нашим данным, и уже приезжает, потому что они смотрят под этой линией, когда, понимая, получаешь зарплату, уплачиваешь все издержки, и здесь получаешь зарплату и уплачиваешь издержки, тогда эта сумма уже становится, ну, довольно конкурентоспособной между Англией и Латвией. Потому что есть, кто уезжает, есть, кто приезжает. Спасибо министр экономики Ральф Немира было у нас в студии. Спасибо вам, слушатели, за участие. Мы продолжим с обзором прессы. До свидания.